Сегодня мы расскажем про удивительный случай. Дело в том, что вот эта медаль, которую мы нашли, она практически одна из немногих. Мы не так много их находили, две или три штуки такого типа. И то за отвагу номерная, это единственная медаль, которую мы нашли номерную. До этого у нас были какие-то вот знаки, типа РКК, вот такой знак. Но они все такие покоцанные, что там ловить было совершенно нечего, чтобы как-то их идентифицировать, понимаешь? Вот, и сложно. А это вот... Дело в том, что в Лугу мы начали ездить с 91-92 года. У нас там уникальный был человек Шиц. Это песня была, этот самый... Он уже, конечно, уже 4 года назад ушел из жизни. Но человек был просто Вадим Шиц. Мы к нему приезжали как к себе домой. У него была квартира, где мог любой приехать, жить у него, все-все. А мы приезжали к нему на вахту памяти. И вот 94-й год, очередной наш приезд на Лугу. И там получилось так. Вадим Шиц и этот дом, который на горе, на Лысой горе, они копали всем народом. И лужские поисковики, и ленинградские переезжали. А заканчивать мы тоже копали в процессе. А тут 94-й год – это конец, надо было заканчивать. И мы уже копали в подвале. Дело в том, что предыстория. Этот дом перед самой войной строили немцы по дружеским, так сказать, связям. Он был четырехэтажный с паровым отоплением. Внизу в подвале был котел, который и делал это паровое отопление по европейским меркам, так сказать. Это был дом. Там какое-то было типа государственное учреждение, вот это четырехэтажное. Началась война. Понятно, что там заселилось в этот дом. Командование какое-то немецкое было. В конце февраля 1944 года Лугу освобождают. И там немцы выгнали. И в этом четырехэтажном доме там вокруг везде просто свои домишки, типа деревни. И много до сих пор. Называется это местечко, вот я и говорю, Лысая гора. И прямо на этой Лысой горе стоял этот дом красивый. Там народу больше трехсот человек вселилось. Крупный артиллерийский полк. Все они там. Наш Михаил Романович, председатель Совета ветеранов Рублёв, Рублёв Николай Романович. Николай Романович. Тоже хотел туда заселиться. Подошел, а там уже там, говорит, не иди, иди, говорит, тут мест нет совсем. И он пошел где-то заселился в этих домишках куда-то. Ушел на то. Вот он случайно не попал, а просто удивительно. Заселились. И в ночь, после того, как они заселились, взрывается фугас, который был под котлом парового отопления в этом доме. Его наши минеры, потому что котел железный, просмотрели. Они просто не досмотрели. Дом, причем сильнейший был фугас. Этот котел, там вот стоит Лысая гора и течет ручеек. Он перелетел. Этот ручей-котел был за ручьем метров, наверное, 600. Вы представляете, какой взрыв силы был? И начинает гореть. Самое главное, что там были солдаты с вооружением. У кого были гранаты, у кого, может, даже и снаряды там были, толком-то эта артиллерийская часть, может, они и снаряды где-то внизу сложили. Поэтому от него ничего не осталось, и он горел несколько дней. Самое главное, что командир этой части был на свидании. И дежурный тоже, он чуть-чуть отошел, и они остались живы. Так их потом расстреляли, потому что они не попали в общее число погибших. Представляешь, какой был, вот такой суровый закон войны. Ну, мы копаем-копаем, народу много. Причем дом горел, и солдатские косточки, все вот такие, как белая бумага, и некоторые рассыпались. Было очень тяжело поднимать останки этих солдат, которые там погибли. Там были, попадались автоматы. Автоматы представляли собой вот так вот загинаются, как проволока. То есть они горели в сильнейшем огне, и от них практически ничего не осталось. Дерево, конечно, сгорело туда, а вот эти остовы вот этих столов, они... Мы всего один или два нашли, но это уже в подвале нашли, или они туда там просто свалились каким-то образом. Вот. Копаем подвал. И как раз дошли вот до того места, где была каменная кладка, на которой стоял котел. И в этой каменной кладке были вот такие уголки, где-то 50-миллиметровые уголки. Владимир Федорович начинает какой-то уголок чистить, и ему попадается... Типа он был как камень, вот со всех сторон он был облепленный, эта медаль. Он начинает ее чистить. Говорит, что-то... Ну-ка, посмотри. Я начинаю чистить. Чище, 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 чище. Говорит, Володь, медаль! Медаль за отвагу! Видишь, он поко... Вот она покоцанная. Видишь, какая покоцанная? Это новодел вот эта вот. Мы нашли только вот этот крюльшок, и все. Это горело. Понимаешь, она горела. Она вот вся покоцанная, вся вот в этих... Мы не стали особо ее очищать, боялись просто испортить. Понимаешь? Она даже покореженная, в огне горела. Как она сохранилась? Говорю, она пристыла к этой вот, к уголку. Поэтому она сохранилась. Так был бы просто слиток. Серебра, понимаешь? Она серебряная? Серебряная, конечно. Это ведь за отвагу медаль. Они серебряные. И за боевые заслуги, и за отвагу были серебряные медали. Вот это было красным. Красным должно быть. Все сгорело. И за отвагу красным. Там и маль красная была чуть-чуть. Она все это сгорела, конечно. Вон вверху самолеты летят. Сразу мы послали это самое в Подольск. И из Подольска нам пришла бумага, что владелец этой медали. Холмогоров Егор Иванович. 1913 года рождения. Родился он в Удмургской СССР, Боткинский район, Багуринский сельский совет, деревня Харахоры. Это был июль 1994 года, когда мы его подняли в развальных дом на Лысой горе. Луголжский район Ленинградской области в то время. Начали мы искать. Мы 9 лет искали родственников. Родственников. Живет у него в Ижевске. Когда мы их нашли, я ездила в Ижевск, отдавала эту медаль ему сыну. Он приехал из деревни Харагоры. Приехали еще много людей. Там человек, наверное, 15 было. Дело в том, что он, когда воинскую часть попал, он попал вместе с односельчанами. Сейчас у меня в архиве некогда мне было копаться. Вот этот список, который мы обнаружили, там около 500 человек. В военкомате было известно только 70. Как-то они туда попали из этой воинской части артиллерийской. А эти были все неизвестны. Я вот в подождь, когда работала, как раз я их всех выписала. Как я их выписывала. Были у них списки, давали им по 3 рубля с копейками. Денежное какое-то довольствие. И я сравнивала за январь с мартом. Те, кто были в январе и погибли в феврале, в марте их уже не было. И вот из-за этого, я тебе говорю, больше 400 человек мы нашли. Представляешь, какой список, по одной медали всего. Мы его восстановили, погибших. И в этой деревне не знали. Он был пропавший без вести. Вот Холмогоров, он был пропавший без вести. И вместе с односельчанами, они вместе с ним там воевали. Он был связистом. А остальные там, ну кто связистов? Меня с собой список-то привезла, когда я поехала в ЖЭС. И там вот ко мне обращались с этого села. И я им говорила, вот ваш был связист. И все они похоронены в городе Луга. Представляешь, вот 400 человек обрели, куда можно приехать и поклониться им. На кладбище города Луги. Это было вообще, я вот тогда там в ЖЭС. Они такие были счастливые, что они нашли. Ты сейчас до сих пор знаю, что многие ищут не пропавших. Каждый третий пропавший без вести в военкомате города Луги. Есть сейчас полный список тех, кто погиб в этом доме. Я отработала и послала им этот список на основании того, что этот полк взорвался там-то. Вот мы медаль в подвале нашли. И на основании нашли этот полк. И выявили там тех, кто погиб. Понимаешь? Это архивная работа. У нас архивная работа – это главное, чтобы найти кого-то. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.